Двое убийц шимкенского бизнесмена и его сына проведут остаток дней в тюрьме. Четверо организаторов преступления сядут на 15 лет. На юге вынесли приговор по делу о жестокое расправе над семьей предпринимателя. Все случилось в марте прошлого года. Хамалжана Арипова и его 17-летнего сына забили насмерть. Целью бандитов были деньги и драгоценности. Ирина Абрамова о слезах потерпевших и хладнокровности убийц. Задолго до оглашения приговора у здания суда собираются десятки родных и близких убитого Хамалжана Арипова. Они же заполняют весь зал. На скамье подсудимых шесть человек. Как будто осознавая всю тяжесть совершенного преступления, они сидят с поникшими головами и прячут глаза. Тех, кто может их сейчас поддержать, здесь нет. Ощущение, что от этих бритоголовых мужчин отреклись все родственники. Выжившие в жестокой расправе жена и дочь бизнесмена в слезах стоит гнетущая тишина. Все ждут окончательного решения. По статьям разбой с целью хищения имущества в особо крупном размере, 96-е убийство и нанесение тяжких терресных повреждений, подсудимые Ильиев и Жарикесов приговариваются к пожизненному заключению в колонии особого режима. Подсудимые Лапаев, Бердышев, Ернияс и Жалгас Искаков за организацию разбойного напоения к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Родные убитого предпринимателя уверены, наказание организатору преступление мягкое. Он, говорят, заслуживает смерти и даже готовы растерзать его сами. Сильная синяя! Надо было искать его, Жалгасу пожизненно дать. Он же привез всех же. Он же был здесь. Чего ему 15 лет? Мало для него. Надо было пожить, пусть они вернут моего брата и племянника, если они верят, или пожить, или застрял им надо. Органам расследовали и в ходе рассмотрения уголовного дела его умысла на убийство потерпевших и нанесение телесных повреждений родственников Марипова не было доказано. Зверское преступление произошло в марте 2013 года. Четверо в масках проникли в дом бизнесмена Камалжана Арипова. Чтобы узнать, где лежат деньги и цены вещи, членов семьи били, пытали арматурой и гвоздодером. Не выдержав побоев, предприниматель и его 17-летний сын скончались. Жена и дочь чудом остались живы. Помимо этого, потерпевшие подавали иск на возмещение материального ущерба в 73 миллиона тенге. Часть похищенного была возвращена еще на стадии следствия. Оставшиеся 64 миллиона осужденные вернули в полном объеме. На обжалование приговора у обеих сторон есть еще 15 дней. Ирина Абрамова, Бахадар Тажебаев, Виталий Заинтинов, 7 канал, Шимкент.